Баланс между исполнительной властью и областными СМИ пока хрупкий и неустойчивый. На региональной коллегии министр информации и печати заявляет о том, что ни журналисты, ни чиновники не созданы друг для друга. И для того, чтобы одни могли получать информацию, а другие быть уверенными в ее непредвзятости, приходится идти на постоянный компромисс. Давайте налаживать прямые, откровенные отношения. И самое главное, чтобы любой журналист, любой главный редактор мог позвонить, я считаю, министру. И спросить, задать ему любой вопрос по любой волнующей теме. Конечно, отношения разные. Кому-то лучше, кому-то хуже. Это нормально, потому что все мы люди, журналисты тоже разные бывают. Но в основном, я считаю, что у нас очень позитивные отношения. Свой оптимизм Наталья Есипова подтверждает вполне реальными цифрами. За год руководители ведомств действительно дали официальных комментариев на 10% больше. Выросло и число пресс-конференций, где журналисты могут открыто задавать любые вопросы. Но почему некоторые СМИ отличаются лояльностью, а другие не боятся касаться неудобных тем? На этот вопрос у министра печати не нашлось конкретного ответа. Мы не говорим на это тем. Я надеюсь, что все-таки предвзятости нет. За маленьким исключением. Перед подведением итогов Министерство информации провело необычное анкетирование. Саратовские журналисты анонимно ответили на целый ряд вопросов. Оказалось, что самым открытым ведомством местные СМИ считают Министерство социального развития. Закрытым – Министерство образования. Зачастую бывает замалчивание. Опять же, вот это некая, извините, урезанность информации. Порой иногда чиновники думают, руководители отдельных ведомств думают, что они знают лучше, что нужно СМИ и читателю. Вот складывается такое ощущение. Чаще всего от нежелания исполнительной власти делиться информацией страдают региональные СМИ. Результативные ответы на свои запросы они получают только в половине случаев. По мнению министра Натальи Есиповой, это связано с тем, что само понятие открытой власти в обществе появилось совсем недавно. И на то, чтобы новое явление перешло в постоянный процесс, нужно время.